В рамках решения проблем инклюзивного обучения и реализации программы «Доступная среда» в Махачкале продолжается реконструкция муниципальных объектов образования. Этим вопросом уделяется большое внимание со стороны руководства Дагестана и столицы республики. По программе «Доступная среда» в Министерстве образования и науке республики Дагестан было включено 25 школьных образовательных учреждений города Махачкалы и в том числе 10 общеобразовательных школ. И сегодня мы с вами убедились, что на базе гимназии номер 4 эти работы серьезно проводятся. И по поручению министра образования сегодня бригада работает уже в гимназии номер 4. В сентябре где-то после 20-х чисел будет установлен лифт по инклюзивному обучению. Это единственная на Северном Кавказе образовательная организация, где это обучение производится. В Махачкале функционирует общеобразовательная организация, реализующая программы инклюзивного обучения со специализированными классами для детей с церебральным параличом. Гимназия номер 4 была отмечена как лучшее инклюзивное образовательное учреждение по Северному Кавказу, при которой проводились специализированные семинары для аналогичных учреждений в СКФО. Данное учреждение было введено в эксплуатацию в 1956 году. Сегодня в четырехэтажном здании проходит обучение 680 детей по двум профилям – социально-гуманитарному и естественно-математическому. Первый этаж гимназии полностью оборудован и адаптирован для особенных детей. У входа в школу установлены пандус и кнопка вызова. На сегодня уже делается пандус для въезда в столовую, чтобы они могли удобно туда попадать. И дорожка, которая будет покрыта плитами, бордюры кладутся, чтобы эта дорожка была тоже ровная поверхность и они могли хорошо проезжать. Для отдыха и релаксации детишек – специальная комната отдыха, где они могут поиграть, потанцевать, петь, заниматься гимнастикой и если устали, то прилечь отдохнуть. Помимо этого в школе функционирует поликлиника, в которой профессиональный медперсонал, а также психолог и логопед. Запланирована пристройка, административно-хозяйственный учебный корпус. А сейчас мы даже думаем выделить одно помещение классное для того, чтобы там сделать буфет в зимнее время, чтобы эти дети не в столовую ездили, а могли питаться прямо в школе. Залито уже шахта лифта, лифт заказан и к 1 октября он будет готов. Лифт позволяет детям попадать на второй, третий этаж совершенно спокойно. Несколько лет назад Министерство образования и науки Республики Дагестан подарило детям школьный автобус и специализированный микроавтобус «Газель», который утром привозят детей в школу, а вечером после занятий развозят по домам. По словам директора гимназии, работы по установке и монтажу лифтового оборудования в здании школы будут завершены к началу октября. Руководство и персонал школы уверены, что это станет хорошим подарком для детей и их родителей в новом учебном году и выражает надежду на то, что особенные детишки смогут продолжать обучение в стенах гимназии вместе со сверстниками. Алиса Шахназарова, Ахмед Зайпулаев, Прибойные новости.